МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часть садоводов этого товарищества оказалась отрезана от своих участков. Председатель СНТ лишил доступа людей к собственным домам. Ворота открываются GSM-модулем. Достаточно лишь позвонить. Однако теперь два десятка садоводов председатель лишил такой возможности, записав должники. Но это произошло. Человек с людьми из 20, не более. Другие должники все спокойно могут проникнуть в сад и могут спокойно находиться там. Дачники не скрывают, что не оплачивают выставленные председателем счета. Мол, 600 рублей в месяц одного участка за ворота слишком дорого. А решение с закрытием въезд считают местью за желание разобраться. Почти все садоводы не оплачивают. А те, кто за него, он им пообещал рассрочку, отключил тех, кто против него. Получается, кто имеет свою гражданскую позицию, может ему что-то слово против сказать. Те, кто не перечит начальству, выручают недовольных. Лишь благодаря им последние полторы недели отключенные от ворот попадают в свои дома. Но соседи с ключом тоже не всегда рядом. Мать 89 лет, больная. Если вызвать скорую, она у меня как, друзей никого не будет, как я открою ворота или что? Уже после отключения недовольных произошла смена председателя сада. Однако новый глава товарищества поддерживает предшественника, ссылаясь на решение общего собрания садоводов. Это было решено всем коллективом, и вот поэтому решили ограничить. Мы их не отрезали, мы их просто ограничили в этом, потому что за обслуживание тоже никто не платит. Садоводов прав и сообща принимает решение об установке ворот и начислении платы за их содержание, говорят юристы. Но эти решения не могут ущемлять прав других членов товарищества, тем более председателям. Если он считает, что у них есть протокол собрания, где они определили, что право проезда стоит столько-то, обращается в суд, изыскивает деньги. Однако ограничивать проход и проезд самостоятельно он не имеет права. Это нарушение права жильцов. Теперь, по-видимому, лишенным въезда садоводам придется отстаивать свои права в суде. Впрочем, до него дело может и не дойти. Люди уже обратились с жалобой в прокуратуру. Юрий Шумков, Иван Быков, Городской дозор.